Это итоги недели в студии Мария Бересневича. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Финансовая стабильность, доступное жилье и астрономическое явление. Белорусы смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Когда? Реализованные проекты и новые векторы. На заседании Бавруского горосполкома подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. Значительно выросли объемы производства, экспорт товаров. Кто заинтересован в нашем товаре? Будьте здоровы! В стране растет число случаев заражения коронавирусом и гриппом. В легкой форме болезнь протекает до 10 дней. О чем заявляет ВОЗ. Успеть к дедлайну. Белорусы должны уплатить транспортный налог до 15 ноября. Предусмотрена административная ответственность в размере 40 процентов от неуплаченной суммы. Какие изменения ждут владельцев недвижимости? Храм в стиле ампир. В Бавруйске отметят 200-летие со дня основания собора Александра Невского. Приглашаю всех на наш праздник, на наш юбилей. Удалось ли воссоздать точную копию здания? Кризис в Великобритании, трагедия в Ейске и премия в Париже. Лучшим футболистам мира вручили золотой мяч, кого признали номером один. Президент провел совещание по вопросам формирования ВНС и изменениям избирательного законодательства. Выборы 2024, которые должны пройти по новым правилам, станут самой масштабной кампании за последние годы, но далеко не самой легкой. Предстоит провести единый день голосования. В течение короткого времени необходимо будет избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов Всебелорусского народного собрания. Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации, да еще вовремя убирать, пахать не хотим и цены контролировать, чтобы люди видели, что мы государство для народа. Ну так давайте будем для народа. Четко должно. Ты пришел в торговлю работать? Работай, приветствуй. Мы тебе помогали, мы тебе землю дали, мы тебе кредиты дали, чтобы построить предприятие. Ты взял людей, принял на работу. Ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие. Мы в убытке тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, ну парень, тогда нам не с тобой. Вот такой должен быть подход. В основу концепции контроля и регулирования цен должна быть положена справедливость. Глава государства также обозначил еще несколько вопросов, которые касаются компетенции губернаторов и всей страны. Это работы в полях. Александр Лукашенко требует оперативно и качественно завершить уборочную кампанию. Особое внимание белорусский лидер обратил на Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области. Плановая сверка, совместные беспилотники и востребованная кредитка. Все банки страны начнут выпускать белокарт. Какой средний оборот в минуту? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Минобороны проводят плановую сверку учетных данных военноопязанных. Мужчин вызывают для личного общения по месту работы или учебы. В органы власти и военные комиссариаты приглашают как по телефону, так и повесткой. Мобилизация в стране не проводится. Жилье в стране станет дешевле и снизится цена за квадрат. К концу года она не будет превышать среднемесячную зарплату по стране. Это стало возможным благодаря регулированию стоимости стройматериалов. Также планируется возводить больше арендных домов. Все банки страны ко второму кварталу 2023 начнут выпускать белокарт. Сейчас ее средний оборот 18 тысяч долларов в минуту. Это 19 операций в секунду. Также к концу года еще одно финансовое учреждение начнет сотрудничать с китайской системой UnionPay. Беларусь и Индия планируют создать совместное предприятие по разработке беспилотников. Наши летательные аппараты пользуются спросом во Вьетнаме, Египте и ряде стран Средней Азии. Вся микроэлектроника, двигатели и съемочное оборудование отечественного производства. В Беларуси 25 октября можно наблюдать частичное солнечное затмение. Смотреть невооруженным глазом на него опасно. Следует использовать оптику защитными фильтрами, фотопленки или закопченные стекла. Лучше всего явление будет видно в Хотимске. Здесь Луна скроет звезду более чем на 65%. Вся правда в цифрах. На заседании Баврусского горосполкома подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. Количество убыточных предприятий уменьшилось в два раза. На четверть выросла выручка от реализации продукции. Налаживаются связи со странами-партнерами. Экспорт услуг без малого 11 миллионов долларов. Главное направление – Россия. Между тем развивают азиатский вектор. О возможностях и перспективах Карина Гуревич. Новые виды продукции, оптимизация, логистики, экспорт услуг, доходы и расходы – основные тезисы заседания Горисполкома. Здесь подводят итоги социально-экономического развития с января по сентябрь. В зале не только руководство города, а с показателями знакомится лично заместитель председателя Могилевского обл. исполкома. Руслан Страхар проявляет особый интерес, ведь Бобруиск – один из крупнейших населенных пунктов. За 9 месяцев предприятия показали положительную динамику. Выполнены задания по двум из трех ключевых показателей. Это уровень заработной платы и поступление совокупных доходов в бюджет. Кроме этого, акцентирую внимание, что значительно выросли объемы производства, экспорт товаров, сальдо внешней торговли, выручка от реализации и рентабельность продаж. Свыше 80% выручки идет именно от промышленного комплекса. Объемы производства за этот промежуток выросли на 37%. Значительный плюс к результату прошлого года – 26%. Наибольший вклад внесли Белшина, ТДА, Бобруска-Громаш, Завод растительных масел, Славянка, Красный пищевик и Пинск-Древ. Индекс физического объема за 8 месяцев составил 106,1 и опять-таки напомню про базу прошлого года – 109,1. Один из самых важных показателей – количество убыточных предприятий уменьшилось в два раза. На четверть выросла выручка от реализации продукции – это 2,5 миллиона рублей. Темп прироста без малого 116%. Этому поспособствовали большинство промышленных организаций города. В этом году одним из ключевых акцентов работы на внешние составляющие была переориентация на иные рынки. И с учетом ухода с рынка ряда недружественных стран нашими предприятиями уже были переориентированы экспорты поставки на сумму порядка 25 миллионов долларов США. Понятно и ожидаемо, что основным рынком, на который были переориентированы экспорты поставки, является Российская Федерация. В новом городе по Братиме Рыбинске намерены начать строительство пятиэтажек. Конкретные предложения ждут уже к концу месяца. Большие надежды возлагают на развитие азиатского вектора, в частности Азербайджана и Кыргызстана. Экспорт услуг свыше 100% – это без малого 11 миллионов долларов. Больше 80% транспортные пользуются спросом строительства, туризм и здравоохранения. Касаются и как никогда актуальной сейчас темы необоснованного роста цен. Несмотря на ту работу, которая проводится в стране, в области, в городе масштабную информационную работу с разъяснением действующих норм законодательства, с разъяснением недопустимости необоснованного роста цен, в городе по-прежнему устанавливаются факты роста цен и несоблюдения требований соответствующих законодательных и подзаконных актов. На сегодняшний момент таких фактов уже 18. Я объективно отмечу, что не по всем этим фактом завершены проверочные мероприятия и, возможно, часть из них не будет подтверждена. Между тем, за 9 месяцев доходы бюджета города превысили 257 миллионов рублей. Это свыше 79% годового плана. 80% сформировано налогами. По сравнению с прошлым годом, рост поступления собственных средств порядка 110%. Эта сумма позволила профинансировать расходы на 266 миллионов рублей. 4 миллиона 600 тысяч выделено организациям, которые занимаются перевозкой пассажиров. Простой вопрос, но очень-очень-очень сложно. Понятно, что у каждого есть свои проблемы. Логистика, это переводы денежные, это все мы прекрасно понимаем. Конец года не за горами. 9 месяцев – это возможность подвести предварительные итоги и проанализировать нереализованные возможности, чтобы выполнить все поставленные задачи и завершить 2022 достойно. Для этого у Бавруйска есть все шансы. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Второй взнос до последнего срока уплаты транспортного налога остается меньше месяца. Извещения направлены всем автовладельцам. Уведомления можно посмотреть и в личном кабинете мобильного приложения МНС или на официальном сайте. К слову, 15 ноября – последний день внесения платежа. В помощь – интернет-банкинг, ЕРИП, инфокиоск, любое отделение связи или банка. Если будет установлена несовременная уплата, либо неуплата налогов после установленного срока, предусмотрена административная ответственность в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин. Те же сроки и условия уплаты имущественных платежей. Правда, в этом году есть изменения. Если раньше уведомления приходили только тем, у кого две и более квартиры в собственности, то теперь это касается и тех, у кого одна жилплощадь. Болезни по осени считают. В стране растет число случаев заражения гриппом и коронавирусом. При анимационных отделениях 80% тех, кто не привился. В зоне риска беременные пенсионеры и дети. По-прежнему один из эффективных способов защиты – вакцинация. Выбор в пользу здоровья сделали уже 6,5 миллионов белорусов. О новой волне Ольга Васенда. Осеннее похолодание традиционно приносит всплеск сезонных заболеваний и простуд. Работники сферы здравоохранения готовы, но без профилактики никуда. Один из самых действенных методов – вакцинация. В приоритете группы высокого риска – пожилые, беременные, медики и дети до 3 лет. Если ребенок ранее не был привит, то вакцина вводится двукратно с интервалом в месяц. В настоящее время вакцина используется Гриппол+. Также на платной основе, по желанию, родители могут привить вакси-грипп Тетра. Основные симптомы гриппа – заложенность носа, боль в горле, температура до 39 градусов, тошнота, ломата в теле, сильная слабость и снижение аппетита. Наибольшую инфекционную опасность человек представляет в первые 5-6 суток от начала заболевания. В легкой форме болезнь протекает до 10 дней. Гриппол плюс дает гарантию на защиту от вируса около 90%. Главное – не допускает осложнений – пневмонии, бронхита и менингита. В Могилевской области от гриппа себя защитили уже свыше 20 тысяч человек. Привить планируется не менее 40% жителей. Параллельно идет вакцинация против COVID-19. В один день можно сделать сразу два укола. Эффективность действия препаратов в таком случае не снижается. К противопоказаниям относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. Компания по всей стране проходит согласно графику с октября по декабрь. В поликлинике номер 3 вы можете привиться в любой день недели. Мы работаем как в будни, так и в выходные. Минуя регистратуру, вы сразу можете обращаться в 102-й или 103-й кабинет. В будние дни с 8 утра до 7 вечера. В субботу с 8 утра до 5 вечера. И в воскресенье с 9 утра и до 2 часов дня. Ежегодно только гриппом в мире болеют около миллиарда человек. Нередко наблюдается и негативный исход. Тем временем ВОЗ заявляет об очередной острой фазе пандемии коронавируса. На это указывает ухудшение статистики в Европе. Присутствует возможность одновременной циркуляции сезонных заболеваний. Врачи помнят первые волны. Остановить всплеск смогла только прививка. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. Новый проект по старым чертежам. В Бавруйске отметят 200-летие со дня основания собора Александра Невского. Восстановление храма началось еще несколько лет назад. Удалось построить точную копию здания, которое было заложено 23 октября 1822. Художественная утонченность, торжественная парадность, монументальность и обилие элементов декора. Все сделано в стиле ампер. Сейчас здесь продолжаются работы по внутренней отделке и благоустройству территории. С Божьей помощью наше строительство приближается уже к завершению. 5 ноября, пользуясь моментом, приглашаю всех на наш праздник, на наш юбилей. Еще не один храм мы планируем построить. А вот и на территории монастыря в честь жировической иконы Божьей Матери, в честь воскресения Христова, святых жен Мироносец, чтобы был уже красивый, полноценный, такой достойный комплекс монастырский, украшением нашего города и всей страны. В день открытия пройдет Божественная Литургия и трапеза. Песнопение исполнит мужской хор Минского Всехсвятского храма. Адрес улица Теодора Нарбута, 14. Папа, первый герой сына и первая любовь дочери. Беларусь впервые отмечает День Отца. Государственный праздник появился не случайно. 14 октября чествуют матерей. Неделя между торжествами объявлена родительской. Любому ребенку нужна не только женская ласка и тепло, но и мужская поддержка и забота. Именно поэтому поздравления принимают те, для кого дети – истинное счастье и смысл всей жизни. На этой кухне шеф-повар папа. Погодки Денис и Ксения – лучшие помощники. Много лет назад Олег Карачун остался один с тремя детьми. Младшей тогда было всего три года. Сыновьям немногим больше. Семья для жены оказалась слишком тяжелой ношей. То, что раньше делили на двоих, мужчина научился делать сам. Плечо подставило государство. Помогло построить уютную трехкомнатную квартиру. Дети – это для меня святое, потому что все-таки… Ну, дети – это все семья, то есть воспитание, то есть влаживаешь себя самого, хочешь видеть дальнейшее будущее. То, что сегодня ты в них вложишь, то ты и будешь видеть. То есть как правильно вложишь, как правильно воспитаешь. Как и на огороде. Если мы садим дерево яблоню, груши у нас никак не будет. Его день расписан буквально по минутам. Ранний подъем, приготовление завтрака и обеда, сборы в школу, плетение коз. Затем к восьми на работу. На Бобрусько-Громаши наш герой – заместитель начальника механосборочного цеха. Вечером любящий папа занимается ужином, стирает, проводит время с ребятами и обязательно помогает с уроками. Папа, иди сюда, проверь. Ну давай, что тут у нас, мы близки. Да, я сейчас себя прочитаю, а ты послушаешь. Давай. Барбара, look at you. You have a look fantastic. How you been to the hand? Трое детей для отца – от рада и гордость. 18-летнего Олега редко можно застать дома. Учеба в механико-технологическом колледже занимает почти все его время. Денису – 12. У парня синий-красный пояс по тэквондо и множество наград с городских турниров. Ксении – 11. Девочка прекрасно учится и занимается хореографией. Отец мечтает, чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами. А его маленькая принцесса всегда оставалась такой же скромной длинноволосой девчонкой и нашла свой путь в жизни. Папа для меня – это самое большое, потому что папа очень сильный, очень любящий, и он всегда может помочь в любую ситуацию. Иерей Алексей Поляков, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы, находит силы в Боге и в своих детях. В июне он стал отцом в третий раз. Маленькая Мария долгожданна, вымоленный ребенок и папина радость. Десятилетний Иван по-мальчишески непоседлив, но рассуждает о жизни как взрослый. Ксении – 15. Без ее помощи большой семье было бы трудно. Она и с братом уроки сделает, и с малышкой посидит. В будущем девушка видит себя актрисой. Ее страсть – театр. Мои дети для меня, во-первых, это, наверное, награда от Бога. Мои дети – это радость, в первую очередь тоже, потому что, несмотря на все тяготы семейной жизни, на процессы воспитания, это все равно дарит радость и позитив. Когда ты приходишь домой, и ты знаешь, что дома тебя ждут, любят и ценят, ну, чего еще просить у Бога? Супруги воспитывают детей в духе православной веры и благочестия. Отец стремится дать ребятам духовное направление. Для того, чтобы они могли устоять перед соблазнами, научились ясно различать добро и зло. И главное – выросли хорошими людьми. Вместе молимся. Он мне рассказывает о религии, о православии. Он начитанный человек, с нему интересно пообщаться. Я его люблю, я его уважаю. Он для меня всегда на первом месте. Я хорошо общаюсь и с мамой, и с папой, но в папе я вижу именно того мужчину, который может мне показать, как правильно вести себя в будущем, в принципе, с мужским полом. Он меня любит, он меня поддерживает, он меня воспитывает. Он еще очень любит баловать меня. Там всякие интересные подарки, всякие пистолеты. Гамак недавно для меня повесил. В этом году Беларусь впервые отмечает День отца. Поздравления от министра труда и социальной защиты принимает многодетная семья Бобковых из Каменки. Супруги воспитывают десятерых, четверо – приемные. Планируют взять еще двоих. Любви и заботы здесь хватит на всех. Мне вообще нравятся дети, нравится работать с ними, нравится им новое показывать. Вообще это здорово, когда человек может на чужую судьбу, повлиять, я скажу так. Потому что, когда мы берем приемных детей, я иногда думаю, что сложилась бы судьба их совершенно иначе, если бы они где-то в приюте выросли. Какие бы они были, совсем бы они другие были бы. По-другому бы их жизнь сложилась, я думаю, наверняка. Ребята от трех до восемнадцати искренне радуются подарком – новенькому телевизору, экзотическим фруктам и кондитерским изделиям. Радушные хозяева с гордостью показывают свой дом. А он просторный – 235 квадратов, построенных с господдержкой. Ну и, конечно, многое сделано золотыми руками папы Андрея Бобкова. Дорогие папочки, дорогие отцы, крепкого вам здоровья, любви, комфорта в душе. Чтобы ваши семьи только прирастали. Чтобы, возвращаясь домой, ваши семьи, ваши дети, ваша любимая жена радовала своими успехами, всегда было понимание, было благополучие. В нашей стране уделяется большое внимание укреплению института семьи. Адресная социальная помощь, выплата пособий, льготы на строительство жилья, гибкий график для работающих родителей. С 2020-го отцам полагается еще и 14-дневный отпуск в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Наниматель обязан предоставить его по заявлению работника. При этом отдых может частично или полностью оплачиваться. А теперь у пап появился и свой праздник – особый день, когда мы говорим им «Спасибо, родной». Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Высокая инфляция, авиационные катастрофы и огненная трагедия. В тегеранской тюрьме Ивин произошел пожар. Сколько человек погибло? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Ли Страсс официально заявила, что уходит в отставку. Глава британского правительства пока решила остаться на посту до тех пор, пока не будет определен ее преемник. Выборы нового лидера проведут на следующей неделе. Всего в должности она пробыла 44 дня. Это самый короткий срок на посту премьер-министра Великобритании. До нее это место занимал Борис Джонсон. В России на девятиэтажный дом в Йейске упал военный самолет Су-34. При взлете вспыхнул один из двигателей. Топливо разлилось и при крушении бомбардировщика загорелось. Летчики катапультировались. В итоге 13 человек погибло. Среди них трое детей. Сотни людей были эвакуированы. Пострадавшим оказана медицинская и психологическая помощь. Инфляция в Европе продолжает расти стремительными темпами. В сентябре она в очередной раз обновила рекорды. И в среднем составила 11%. Миллионы человек ощущают последствия на своих карманах. Им приходится отказывать себе в простых вещах. Во Франции из-за этого проходят массовые забастовки. К слову, быстрее всего цены повышаются в странах Балтии. На неделе случился пожар в тегеранской тюрьме Эвин, где содержится сотни политзаключенных. Жертвами стали 8 человек. Ранения получили свыше 60. Четверо пострадавших скончались в больнице. Власти Ирана утверждают, что произошедшее никак не связано с неутихающими в стране антиправительственными протестами. В Париже состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира. Только не за календарный год, как это было на прошлой премии, а исключительно за прошедший сезон. Номером один признали нападающих испанского Реала Карима Бензима и Барселоны Алексио Путельас. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, 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 новая неделя. Продолжение следует...